В Европейском Союзе назвали сегодня нарушением гуманитарного права указ президента России, который добавил большую часть Крыма и Севастополя в список приграничных территорий РФ, и где не российские граждане, они имеют право владеть землей. Цитата, цитирую. Поэтому Европейский Союз не признает этот указ и считает его вступление в силу очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию. Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к введению российского гражданства на полуострове. Он привел к произвольному лишению собственности. Конец цитаты. Что мы можем делать с этим заявлением и на что он влияет? Ну, безперечно, мы можем говорить про то, что Путин просто поднимает ставку, потому что он идет на величезную конфронтацию, в том числе и с певными украинскими политиками, если он действительно будет выбирать земли, которые принадлежат украинской владе, то, естественно, что никакой поступок украинская влада не будет выполнять, хотя бы потому, что, ну, будет, певно, знаете, даже на уровне особистости неприйнятя позиции. Ну, я не буду оценивать с точки зрения политических, да, но, что до персональных позиций, например, когда люди не забирают землю, то, естественно, что она ни на какие поступки не будет. Тому, мне кажется, что это, за великим рахунком, что это такая игра с боку Путіна, где он будет дотискивать тех людей, которые имеют хотя бы какой-то вплив на украинские политические процессы, с метою певных поступок для Кремля. И эта игра будет продолжаться дальше. То есть, для нас важно утримать первый певный как-нуанс, для нас важно утримать ту ситуацию, которая есть на сегодняшний момент, а не идти на какие-то поступки Кремлю, в том числе на те поступки, которые требуют Путіна. П. Богдан, а как вы думаете, почему именно сейчас? Потому что этот указ был принят еще в 2011 году, но вот только сейчас в перечень включили еще и Крым. Почему спустя 7 лет? Ну, разумею, разумею про то, что такие події будут происходить уже давно, тривали в российском информационном просторе. И мы маем понимать, что эти разговоры, если я не помню, уже рейки шло, саме про Крым и про вилучение земель в украинских граждан, в том числе и в бенозарных граждан, как они вважают, вилучение земель. И это, я расцениваю, как, знаете, такий довготривалий тиск. Тобто, он же не сказал, что мы сегодня будем выбирать землю. Тобто, они ставят певный левит часу, протягом которого на людину будет тиснуть сам факт того, что там в ней выбирают землю. Тобто, это психологично. Это певна информационно-психологичная операция с боку Кремля для того, чтобы, а, тиснути на тих украинцев, которые пребывают в Украине и мают влияние на нашу владу, и для того, чтобы, насамперед, дотиснути тих кримчан, которые на сегодняшний момент еще не полностью, еще не перейшли в российское гражданство. Тобто, эти два основных момента, как на меня, отыграют на сегодняшний рот. А у вас есть представление о том, каким образом они планируют реализовывать на практике этот указ? По какой схеме будут забирать земли у граждан Украины? Вы знаете, я думаю, что для Российской Федерации, для страны, где право – это, фактически, инструмент влады, а не влада – инструмент права, для этого проблем вообще не возникнет, если остальное питание. Потому что я нещодавно, очень редко смотрю на российский сюжет, а это нещодавно поднимался, там говорили о фермаре, в которых мы забрали землю в Крему, потому что они их купили или украинским законам, или посилаясь даже на украинские законы, и их выбирали. То есть для России неважно, что это право или не право, она спирается на него, да, то есть, что есть певная подтасовка права. То есть, если поставить необходимость вылучать землю, она эту землю будет вылучать. И ей будет глубоко, знаете, индиферентно на то, что происходит в свете, на эти, умовно кажучи, проявы с боку Европейского Союза, если это будут лишь словами. Если, кроме этих слов, сюда дадутся певные санкции, если мы снова, в этой акции, которую Путин проводит в Кремле, щодо того, что он забирает землю, и щодо того, что он переследует коридное население в Кремле, если мы снова эти вопросы будем порушивать на международном уровне, и это матима своим наслитком, как эффект, домино певных санкций до Российской Федерации, посиление этих санкций до Российской Федерации, и снова порушение вопроса Криму, то, конечно, мы можем досягнути правильный санкций. И вот, вы знаете, я не боюсь, я хочу не погодиться с представителями Кремльской Федерации, который перед мной был, который говорил про то, что давайте дочекаемся к Кремльской платформе, и тогда мы будем на Кремльской платформе порушивать эти вопросы. Но давайте будем вверхать до Кремльской платформы еще півроку. И за эти півроки можно очень много чего сделать, и, в том числе, порушивать эти вопросы на внешней сфере. То есть, постоянно мы маем в внешней сфере тримать Крым. И тут, мне кажется, что Путин допустил величезные помилки, в том, что он нам дав черговый поштов, для того, чтобы мы снова порушили это вопрос на международной арене, и чтобы мы снова тримали Крым, как одни из главных вопросов в порядке. Как все это будет, так и Украины. Потому что с самого начала информационная політика Кремля подбудовалась на том, чтобы витеснити, взагалі, Крым из информационного простору, в том, чтобы про Крым забули, а потом уже будь что будет. То есть, сначала забывается, а потом, как будто, мы маем от него отмолваться. И тут, за великим рахунком, Кремль начал прогревать, когда он снова подалювать питание Крыму, и снова оно порушивается в информационном просторе, и снова мы начинаем говорить про необходимость посиления санкций, про певное использование певных действий.